Урожайный год. Городской дворец культуры начал активно принимать участие во всевозможных конкурсах на соискание грантов. И во многом именно работа в дистанционном формате во время пандемии повлияла на новые возможности коллектива. Из всего мы извлекаем положительное. Мы научились писать, оформлять правильно, грамотно заявки. Мы мобилизовались. Коллективы работают с большей отдачей, на мой взгляд. И каждый коллектив сейчас готов выступать с сольными часовыми программами. Мы отчитываемся перед населением, перед своими родителями и показываем все, на что мы способны. Всеми любимый поющий город получил отклик на краевом уровне. В этом году проект вокального фестиваля стал победителем конкурса на получение грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры. В награду городской дворец получил чуть больше 200 тысяч рублей. На эти деньги приобретено 4 профессиональных микрофона. Прежде всего, конечно, это дополнительное финансирование. Это деньги, которые есть, которые надо просто оформить и поднять. И это не лишнее. И мы очень рады, что мы это научились делать и получается. На выигранные средства городского гранта в области молодежной политики в Бийске впервые пройдет фестиваль «Фотофест». По словам организаторов, такого в нашем городе еще не было. А благодаря победе среди социально значимых проектов в области благоустройства, подразделение ГДК «Дом культуры» в Фоминском получил 300 тысяч рублей. После проведенного капитального ремонта на эти деньги там появится асфальтовое покрытие. Ну и еще одно. На днях мы получили приятное известие, что мы одержали победу в конкурсе среди социально значимых объектов, который называется «Театр дружбы Добряки». Это уровень региона. И наш проект заявлен уже в конкурс на второй этап Министерства культуры Российской Федерации. Очень надеемся, что мы сможем там показать себя хорошо. Городской дворец культуры – это яркий пример того, что участие в конкурсах на соискание грантов приносит хорошие плоды. Выигранные деньги позволяют улучшить технические возможности, внедрить новые проекты или благоустроить общественные и придомовые территории. Конечно, со стороны выглядит все гораздо проще, но на самом деле успех напрямую зависит не только от идеи, но и от правильного оформления документов.